итак друзья приветствую всех на канале автомона fly сегодня мы снимаем с дмитрием очередное видео итак друзья приветствую всех на канале автомона fly сегодня мы снимаем с дмитрием очередное видео сразу ставим дизлайк прям сразу ставим дизлайк и продолжаем смотреть это видео итак тема сегодняшнего видео у нас коронавирус то что сейчас происходит в германии в данный момент мы расскажем подискутируем на эту тему и также подискутируем на тему того что как раньше обстояла обстановка в россии люди верили не верили и как сейчас все это происходит то есть так как мы приехали сюда дмитрий из казахстана я из россии он знает немножечко в казахстане которые происходят я знаю в россии то что происходит так как все мои родственники живут и постоянно рассказывают и звоним что происходит сейчас германии количество заразившихся замедлилось порядка 170 тысяч человек сейчас за последние несколько дней чуть-чуть возросло количество заразившихся но в основном стабильно сейчас ввели различные меры которые снимают ограничения это открылись магазины вещевые магазины открылись продуктовые магазины но они в принципе были открыты большие вещевые магазины тоже открылись открываются школы открывается профессиональные училища проверять начинают билеты в поездах в автобусах что еще сделали фитнес-зал пока не открыли поэтому очень жаль возможно откроют ближайшие две недели точно информации нет и это смотри как ты думаешь это снятие ограничений она поднимет рост заболевших либо не поднимет для начала я совсем поздороваюсь здравствуйте в общем как я думаю это очень хороший вопрос нет ограничений вообще то как это все происходит как протекает эти снять ограничений были выглядеть само по себе абсурдно на самом деле то есть разрешает вот эти какие-то там движения да но в тот же момент вот эти вот маски как это все-таки как это абсурдно уже тогда бы разрешили бы школа допустим чтобы можно было учить например на шпах курсы ходить допустим ну и так далее допустим что это важно именно для меня это важно поэтому больная тема поэтому я сказал но в принципе когда повлиять я не думаю что это как-то повлиять на особо допустим на все почему потому что блин как-то вот так не знаю вот эта ситуация с этим вокруг коронавируса у меня как бы сказать двойные чувства по отношению к нему потому что мне иногда даже кажется что вы как бы и не даже вообще на самом деле что это просто какая не политическая утка может быть для чего это делается сказать конечно тоже не могу ну если это так конечно я не могу сказать для чего это может делать почему потому что как обычно в принципе вот примеру допустим помню скинули одно видео где беженцы как бы в общем устраивают митинги массовые беспорядки и так далее и говорит в общем вот смотрите что происходит германии и так далее и тому подобное вышло это видео с российского ресурса и якобы это происходит в германии в девятнадцатом году да ну подожди из истории потом выясняется что это видео оно действительно было заснято на того не в девятнадцатом а в семнадцатом году и в италии вообще не в германии на самом деле как бы сказать если взять допустим ситуацию что он вирус действительно есть и но как бы сказать но это под ними используют не только для вводят не только для того чтобы как бы вы вылечить людей да но в тот же момент какими как сказать не знаю даже второстепенно с этим надо мы именно с этим может какие хотят достигнуть достигнуть каких-то своих целей допустим в каком-то определенном плане вот чего ты можешь просто не понимать потому что с моего потому что как бы сказать я я вот со своей стороны так думаю могу просто подумать как вот допустим вот как человек вот так размышляю как вот эти ограничения могут там помочь кому-то там какие-то цели там и так далее достигнуть и так далее но я могу просто не знать ничего чего-то определенного и все более того я этого не знаю поэтому в каком-то смысле я допускаю даже то что это просто выдумка какая-нибудь сессийных мира всего это тоже может такое быть почему еще так думала только с кем не разговариваешь никто конкретно не знает ни одного человека который заразился именно вот и сколько у меня есть знакомых моего окружения получать их окружение не только я допустим мои знакомые это еще есть те люди которых они не знают как-то так скажем такая цепочка выстраивалась и сигареты говорят все говорят что никто никого из подобных людей не знает например у меня есть знакомые которые живут тоже в казахстане времени там-то там-то в баварии интернет знакомый но никто никогда не рассказывал что у кого-то кто-то был кто знакомый кто заразился ни разу я такого не слышу а если в общем это какая-то просто туистика и ну да потому что что вот сейчас все это поднимается то что там как ты сказал вот поднялось количество зараженных да согласно статистике кто знает может быть оно и выйдет что что-то ухудшится ну смотри на фоне вот этого общего так называемого зла да этой пандемии пандемии делаются какие-то другие дела естественно которые выгодны каждому государству вероятнее всего так оно и есть и учитывая это вероятнее всего что это не так даже если это есть вот эта пандемия она не такая страшно просто вокруг нее как бы сказать прицепом решили вокруг нее раздуть шумих как я уже сказал сильный мир осего чтобы какие-то вот такие вот цели достигнуть почему потому что по-моему ты мне рассказывали никто не помню что уже заранее говорят что к лету снизится практически на ноль вот как сказать и пандемия да они уже горшина снизится но почему-то ученые уже приписывает а как сказать правильно уже предугадывает новую вспышку осенью откуда вы знаете по сути да как они что-то могут узнать но извините если вы говорите конкретно что вирус пойдет на ноль да что все выздоровею откуда ну так как бы это логично так непонятно значит кто-то что-то знает естественно знаете немножечко больше я смотрю меня был такой жизненный мой опыт что связано с этим коронавирусом это пневмония более сложная форма пневмонии то есть легкие да как раз когда тяжело дышать еще что-то когда легкие вообще болеть я даже не знаю что такое внимание вот я служил в армии с 2003 по 2005 год и в 2005 году зимой то есть январь даже начнем с 2004 декабрь по февраль 2005 года была в армии где служил это саратов резкая вспышка заболевших солдат резко процентов 80 переболела пневмонией всех госпитализировали всех тоже делать то же самое что делать сейчас то есть тех кто сложно болел была та же самая вентиляция легких и тому подобное то есть это была большая вспышка но об этом никто не говорил а сейчас об этом многие говорят но не рассказывают ну по поводу с вами ограничения которые снимают снимают ограничение по поводу того что может допустим ходить магазин до различные от дел магазина но может сандра см tipo Homer он не совсем соблюдается проектные то есть то есть много кто ходит они ходят магазин без масок если нет такого либо контроля если есть контроль перед входом магазин потом ты любом случае за дете к маске либо заходит в маске и в основном старое поколение и иностранцы старое поколение что делает в основном это мужчины возрасте которые заходят в маски потом эту маску приспускают до уровня рта или даже ниже и ходят спокойно по магазину они в группе риска те кто могут заразиться но они ходят с открытым ртом и вдыхают то что рядом по-человечески понятно почему они так делают заходя в магазин самому хочется так сделать эта маска очень сильно мешает и учитывая то что они пожилые естественно что они так делают потому что люди это которые уже прожили уже очень много они до опытные модели так далее но уже в каком-то плане немножко есть маразм одним словом да и когда человек уже становится как но тоже как ребенок то есть у него уже он высыхает и не хочет полноценно может быть не может думать допустим на вещах почему потому что опять же тут в каком-то плане нужны такие качества как умение смирение и так далее и тому подобное допустим а люди на самом деле только в большинстве своем признавать сами чего-то не хотят допустим да и так далее короче когда это даже нет не только в отношении каких-то запретов вообще жизнь допустим это будет очень много это очень сильно поэтому бардак происходит всегда то что пока кто-то сам чего-то не умеет но зато он начинает других учить конкретно у меня вот пример очень хороший пример допустим мама моя она учит меня личной жизни допустим да как это должно быть мой дима так-то так-то ой надо так-то так-то ой надо так-то так-то ой это самое извините меня я не буду так жить как ты меня учит почему потому что вот ты как бы хотела хотела жить с мужчинами допустим чтобы они делали так да и ты сейчас просто из подсознательно из меня подобную модель пытается выстрелить а я не слушаюсь потому что это естественно потому что на самом деле такого мужчину как вы учите допустим никто не будет воспринимать почему допустим часто женщина с мудаками вот почему легко управлять дело не в том как сказать вот есть как бы культурно воспитанный допустим как бы сказать парни да ну не в смысле ну не в смысле как как не те когда не как быдло да а когда прям культурно воспитанный но он понимаешь он стесняется на нее смотреть потому что ой ой извини я тебе воспитан чуть что лишний раз постоянно извиняется и так далее и тому подобное женщина хочет чтобы она нравилась мужчине во первых женщина хочет чтобы он ее действовал женщина хочет еще какие-то вещей и когда этого нет вот и вот и вот и вот и все поэтому зачастую женщины именно с мудаками они искать его на воспитанные мальчиками почему потому что как бы сказать себе сбалансировать правильно качество не у каждого удается допустим да определенная харизма и так далее зачастую бросается в крайности допустим да и получается крайность когда человек слишком воспитанным слишком культурным вызовом приводит к тому что в человеке ну мужчине в данном случае нет вот этих нужных рефлексов которые нравятся женщине допустим а есть во всяких мудаках и быдла допустим поэтому именно они лучше будут там страдать потому что есть что-то такое не так сильно придется страдать чем здесь вот все просто на самом деле и вот еще до нее еще так смотришь допустим понимать женщины любят тех мужчин которые как бы любят их да но одно из них не профидистично в этом плане как бы вот так надо смотреть на жизнь проще так что касается коронавируса мы продолжаем эту тематику да 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 немножко перешли нет да отступление и вот поэтому вот такая вот система извините за отступление да и вот поэтому происходят допустим какие-то такие вещи что вот люди особенно когда в возрасте у них уже какой-то мараз на почве своего опыта допустим они думают что они всегда лучше всех все знают что но есть такие вот моменты что он просто нельзя допустим да но еще одна категория это иностранцы но здесь я вижу то что многим возможно не понимают то что их говорят и не могут правильно почитать свою информацию дается да поэтому сейчас на поездах даже сделали картинки виде того что ты должен носить маску либо какой-то предмет который загораживает твое лицо после этого тут немножечко улучшилась обстановка с иностранцами а до этого то есть они заходили смотрели на тебя как на что-то непонятное почему ты в маске а я нормальный человек я без маски а ты почему в маске здесь сидишь вот так вот первая неделя вот я сейчас протестировал это все первая неделя как все это проходило в общественном транспорте и в основном нарушение идут в больших городах если взять то много нарушений в трамваях в автобусах именно согласно масочного режима еще что интересно когда вот это только пандемия началась еще не вводили масочный режим масках не нужно было ходить все ходили в перчатках сейчас перчатки исчезли с обехода то есть сейчас ходят без перчаток в магазине но ходят и в маске даже интересно без перчаток но в маске не но лично когда конкретного правила по поводу перчаток не было как его ниточку поэтому я не я не одевал перчатки вообще в принципе думал зачем я же как маленький ребенок пальцы свои не всасываю знаешь что мне больше всего изумляет в том что происходит то что ты по сути не можешь войти в магазин без келешки либо без вот этого кисты как он называется без переноски без коробки вот это да я вот в маленьком магазинчике наподобие еврошопа и так бывает захожу вот либо ревы которые вот там находится на бодхов и бывает меня тормозят возьмите и говорите и хочу короче так подумаешь ну зачем какая разница мне нужна зажигалка допустим какая разница это что какой-то защитный оберег что блин я вот его беру получается и он сразу же начинает изучать вокруг меня защитную алру что есть чтобы я не заразился от кого-то там и чтобы в тот же момент этот но но бред согласись также нет тем более если были от не почему потому что что хоть хоть если я с этой упаку с этой коробкой иду блин я вот так беру товар с косинкой да какая разница я беру товар вот так вот так руками беру посмотрел обратно поставил что без нее какая разница вообще никакой и тем более если взять предвыходной день пятницы или субботы когда магазин убивается большое количество народу никакого обштанта вот это не соблюдается расстояние между людьми то есть там все толкаются с этими тележками ходит и очень прям так этот обштант соблюдается только на кассе на самом деле потому что там несколько сам я еще заходил в кауфанк куда угодно в любой день недели на самом деле его нереально соблюдать потому что ты будешь обходить через пол магазина допустим вот вот отдел который тебе нужен он здесь а тебе через пол магазин надо входить чтобы соблюдать этот обштант то что он вот стоит вот посередине приходит тут слева стороны только на таком расстоянии его ты можешь пройти такие как бы в баню снимаются поэтому я думаю что скоро совсем все снимут и будет все замечательно хорошо кстати первый город и нашей земле в тюрингине это город ваймар открыл уличные пивнушки то есть если кто-то хочет сейчас попить пиво то можно пойти в город ваймар поехать и там попить на улице пиво то есть там поставили столы на 2 метра расстояние но теперь там можно садиться официально сидеть и пить пиво здорово у нас еще нет это первый город который снял такие вот ограничения с всех пивнушек кафешки уличные то есть то что на воздухе находится кафешки можно теперь так делать то есть продавать и там находиться также 1 наверное в тюрингии возможно где-то тоже так сделать но в тюрингии первый год города польда в котором они проживают сняли ограничение с автобуса то есть если раньше заходил через задние двери в автобусе то сейчас сообщающего дня в автобусе в Апольде нужно сказать через переднюю дверь водитель берет деньги за билеты продает билеты то есть все ограничения сняли сообщающего дня то что касается смотри у нас еще такая третья часть да это мы две части посмотрели досмотрели раньше люди не верили в россии допустим не верили что такое коронавирус и что он дойдет до них дойдет до глубинки то что дойдет до каких-то маленьких населенных пунктов а сейчас коронавирус уже обогнал германию по количеству заразившихся и в каждых местах даже в дальних местах россии есть коронавирус ну знаешь по поводу казахстана я знаю то что особо на самом деле эту информацию сколько там поднялась не поднялась но такие настроения от людей к примеру вот расскажу немного поделюсь помню я созвонился по видео звонку со своим крестом мой дядя в общем он рассказывал у нас все здесь закрыто живет он сам деревне ну там обычная деревня в общем ничего в ней уже интересного не осталось она уже развалилась как это к сожалению происходит со многими поселками вот по советского пространства что в россии что в казахстане практически развалилась я помню ее когда я какой она была когда я жил там в десять лет там еще оставил советского детского садика стояли стены в 2009 они уже их уже их уже не было они уже валялись в общем сейчас пустыри и те дома которые были в 2003 году некоторые из них уже просто опустили и не разворовали люди съезжают начинают сами все вырывать продадут кому-нибудь соседу тот разберет материал все его такие развалины стоят короче а потом как с тех пор как те не стала работу видишь там элеватор находился он до работы то нет в общем даже из тех людей которые там оставались которые жили и они уехали потому что нет работы и получилось так что много домов просто забитые стали закрытыми окнами еще никому не нужен да приезжай заезжай живи свободно но никому там не надо мне место то есть там уже с 2010 год по факту карантин видимо ну как сказать ездить туда-сюда можно деревня умирает и вот естественно там ничего не там все скучно это место где слухи разводят всякие и дядя вот рассказывает сейчас коронавирус все съест коронавирус скушает короче там и так далее ну где-то магазин сходит где-то посидит выпить чем сходит сарай даст и почистит даст еда из коту и так далее ну все что там нужно что там еще нужно сделать я не знаю по ней вроде бы все больше ничего не знаю деревне принципе ниже ну и такие вот в общем настроения как бы сказать естественно когда человеку нечем заняться да вот по большому счету когда не то чтобы ему отвлекаться допустим но когда у него жизнь какая-то вот такая спертая да у него много свободного времени зачастую человек не может как бы себя как бы сказать активировать да на что-то и начинают какую-то ностальгию подать еще кому что-то такое-то как бы понимаешь да и увеличилось количество продаж алкогольных напитков да ностальгия вот я о чем говорю что вот тоже человек вот начинаем начи начинает панику вдаваться еще тоже может допустим какие-то моменты какие-то воспоминания еще что и в данном случае тоже вот деревня опять же скучно делать нечего слухи одна сорока принесла все остальные подхватили это начинается как тихо дня слухи распускается она гриви сказали пукнул на втором гриви сказал сказали уже что понимаешь вошли сделал пушка сделал да все и так оно все и разносится на самом деле в деревнях всегда кто-то чуть-чуть от себя добавил потом это понял третьему рассказал туда понял как вот так оно и было короче и все и понеслось на самом деле не так все страшно считаю будем будем жить то что конечно да из этого там много смертей и так далее и тому подобное извините меня все таки это люди которым за 80 лет у которых ни одно заболевание они как коронавирус они кучи заболеваний они по они по сути уже больны вообще полностью просто этот коронавирус как бы еще поспособствовал еще сильнейшему ухудшению состояния и организм не выдерживает в принципе организм просто тупо от возраста человек просто от возраста умирает в этом даже крепкий все здоровые силы все сердце все в порядке люди просто от возраста умирает и все ну смотри даже если взять ту же самую германию то здесь мало смертей то есть как бы это говорит о том что здесь довольно таки хорошая медицина хороший уровень да довольно таки неплохая то есть если взять соседние даже страны та же самая Англия та же самая Испания Италия там большое количество смертей а в Германии здесь мало чуть чуть больше чем 7000 человек умрет это мало по сути да статистика очень хорошая статистика хорошая так что если вы верите в коронавирус продолжайте в него верить главное дело чтобы не болеть я хочу вам конечно сказать как то уже заметил вот всегда когда появляется в мире ну какая-нибудь штука какая-нибудь история сразу появляется очень много мемов всяких стёбов и так далее и коронавирус тоже в общем вы смеяли и в общем хочу зачитать такую так создать процитировать такую цитату где у вас сказано коронавирус это религия верить в него не обязательно но традиции соблюдать нужно вот как то в общем вот так вот просто да соблюдайте традиции и все будет нормально мы будем соблюдать традиции еще осенью когда будет вторая волна как нам предсказали ученые да то есть как бы уже известно что мы должны делать одеваем маски одеваем перчатки идем с тележками в магазин и все и все и тогда мы будем здоровы и счастливы у нас сегодня небольшое короткое видео ставим не забываем дизлайк один дизлайк второй если у вас получится конечно второй дизлайк поставить не знаю ну может быть два аккаунта кого-нибудь там не знаю а может быть у кого-то 10 аккаунтов мы сразу поставим 10 дизлайков да кстати в одном комментарии я помню читал под каким-то видео на тебе какая-то женщина тебе написала Алексей Алексей я вот зашла в это видео и тут еще в списках просмотров не было ни одного просмотра а уже три дизлайка короче кто только делает это специально ну вот что такое да 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 такое есть то есть видео уходит на моем ютуб канале ноль просмотров шесть-семь дизлайков отлично шесть-семь аккаунтов одного того же человека который прям заходит сразу ставит дизлайки молодец спасибо тебе большое за это этот человек который так делает большое спасибо большое спасибо оставайтесь здоровыми не болейте идите в нормальный образ жизни входите постепенно в нормальный образ жизни и у вас все будет хорошо и у вас все будет хорошо и всем до встречи в следующем видео с Дмитрием пока пока